Вадим Красносельский сегодня встретился с послом Великобритании Ферн Хорин. Говорили о ситуации в Приднестровье и регионе, помощи украинским беженцам и необходимости продолжать переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневым. Говоря о диалоге между двумя берегами Днестра, Вадим Красносельский отметил, что с момента последнего визита британского посла в Тирасполь, она приезжала в конце февраля, каких-либо позитивных изменений во взаимоотношениях с Молдовой не произошло. Переговорный процесс идет очень вязко, скажем так, практически не идет. Хотя, конечно, предлагал и госпоже президенту в республике Молдовы встретиться и не раз, ну, понятно, не срослось, не получилось, никто не винит никого, но, тем не менее, конечно же, диалог важен. Я искренне заинтересован в нормальных добрососельских отношениях и в осуществе конфликта, как с Украиной, так, конечно же, и с Молдовой. И, конечно, у меня сохраняется надежда на возобновление формата 5.2. Молдова использует ситуацию в Украине для экономического давления на Приднестровье и нарушает права и свободы жителей нашей республики. Это еще одна тема разговора президента и посла Британии. К сожалению, Молдова пользуется ситуацией, так как у нас вся внешняя экономическая деятельность проходит через данное государство и в одностороннем порядке просто запрещает транзит или экспорт, либо импорт материальных средств в Приднестровье. Британский посол подчеркнула, что ей важно обладать максимальным объемом информации о ситуации в Приднестровье. Ферн Хорин поблагодарила Вадима Красносельского за открытость и возможность вести диалог с Тирасполем. Я понимаю ваше желание встретиться с руководством Молдовы. Также понимаю ваше желание оживить диалог в формате 5 плюс 2. Было бы великолепно, чтобы встреча 1 плюс 1 состоялась. Вадим Красносельский также рассказал британскому послу о помощи украинским беженцам. Президент отметил, что наша страна оказывает всестороннюю поддержку абсолютно всем гражданам Украины, которые за ней обратились.